Я пол, я, вот я, это мое мнение, да никакой советской системы не было, не было никакой советской системы, в рамках, скажем так, понимания нагрузки, я всегда говорю, да, в рамках изучения биомеханики, да, техники, понимания, да, была огромная работа проделана, огромная, там деталей много, мюансов, ну, невозможно, пришел, а я этот план написал, ты ушел и все, ну, так не надо. А потом говоришь, а, ничего не работает, ну, это не серьезно. Ну, мое-то раз так, когда вот, ну, дистанционно, ты говоришь, работаешь, вот так часто и бывает. Китайцы, они, они в этом смысле молодцы, что если они уберут стероиды, они начнут копать в тренировочном, тренировочный процесс, и они по-любому придут, вот, к тем тренировкам, о которых мы говорим, сто процентов они к этому придут. А, кстати, вы, как люди от науки, у вас какое мнение, сколько раз, там, не знаю, в месяц, ну, возьмем, допустим, Федерацию, да, тяжелоатлетики России, должна проводить, как это можно назвать, обучающие курсы, да, или, там, повышение квалификации для тренеров. Курсы должны быть всегда. Правильно. Я проберяю... Раз в год, два раза в год, это... Я слышал от того... Нет, раз в год я бы немножко чаще... А разве сейчас не идут какие-то курсы новые? Нет. Я слышал от одного тяжелоатлета пожилого, он рассказывал, как это было при Советском Союзе. На базе соревнований, проходили соревнования, допустим, чемпионат СССР, и вот в эти дни были выделены какому-то, ну, один или два дня как раз повышению квалификации. Я против того... Подожди, туда приходило по 200 человек. Я понимаю, но я против того. То есть туда все приходили, люди тянулись, я хотела бы участвовать. Знаешь, почему? Потому что когда идут соревнования, люди устают в мораль. Нет, здесь все согласны. Эмоционально. Но мы не знаем, подожди, мы еще обучаем, и это сейчас. Мы не знаем, как тогда было, сколько спортсменов выезжало, и сколько тренеров было. Да я не понимаю, что тогда было. Вот говорят, советская система, советская система. Мы, мы, я пол, я, вот я, это мое мнение, да никакой советской системы не было. Не было никакой советской системы. В рамках, скажем так, понимания нагрузки. Я всегда говорю, да, в рамках биомеханики, да, техники, понимания, да, это была огромная работа проделана. Огромная. Но эта работа, почему-то тренеров в итоге так изучили, что каждый тренер технику свою по-своему понимает. У каждого дотика своя методика. Отсюда такая фраза идет. То есть каждый тренер подрыв, какой должен быть подрыв, удар, не удар, штанга как до дна летает, не летает, близко к телу, чуть дальше к телу. Понимаешь, вот это сплошь и рядом. Приходишь к одному тренеру, он одно расскажет, второй тренер другое, третий другое. Разными словами, по-своему, ну блин, есть, вот изучено, четко, вот в советское время насчет биомеханики, а что вопросов нет. Вот есть, вот плакат показывали в этом видео, фамилия человека есть, все там есть, все написано. Вот, бери, не хочу. Но нет, все умны, я и так без этого по-своему там. Таз поднять, не поднять, задрал таз, не задрал таз, да внушил. Вы что, против физики идете, что ли? Против математики идете, что ли? Вон, все изучено, все есть. Вот эта советская система в плане биомеханики, вообще без вопросов. Все есть. Вот можно в группе тяжелого атлетика, ВКонтакте, вот эти плакаты есть, бери, изучай все четко. Можно понять, как поднимать штаммы. А вот уже, что касается нагрузок, да, реализации нагрузок, все это, там, конечно, огромная пропасть, но за это надо благодарить таблеточки. Но почему-то болгарам это не помешало понять, там тренер физиологию изучал. Скажу в противовес, я в эту физику только выступал два раза, научился два раза, в первый раз в девяностом году. И нам давали красненькую книжечку «Черезал атлетика», ну, на кафедре. И вот ты говоришь, методика там не было, да, или что там было. И там была определенная там градация, например, нагрузки по неделям в процентном соотношении, разные конфигурации там, ну, в разных пропорциях там. Процент там, процент от чего? По неделям. Ну, от максимальной нагрузки. Для меня вот когда-то… Потом вот эти все медведевские тренировочные планы, там же шел подсчет КПШ, количество в килограмм, потом интенсивность нагрузки там, общая какая-то составлялись. Даже вот брался за пример годичный период тренировок, и мы строили графики на относительно вот этих вот тренировочных планов, чтобы вот этот вот… Да. Можно вопросы там? Какое это все имеет отношение к физиологии? К человеку? Ну, к физиологии… То, что ты сейчас рассказал, это методика, это просто план, и все. Методика – это комплексный подход. Нет, подожди, взять те же проценты, они же должны были откуда-то браться. На основании каких-то… Да, спортсмены тренировались. Это же не просто… Подожди, подожди, это же не просто сидят составители этой книги и такие, давай будем по такому принципу 30, там, сколько там, 40 и еще раз 30, а потом давай 20, 30, 30, 20. Именно по такому скажу? Откуда ты знаешь? Потому что там нет основы никакой. Там нет никакой физиологической основы. Это ты осуществляешь? Сегодня 50, завтра 60, послезавтра 30. Где нужно отдохнуть? Делали 40, 50. Вдруг это тебе просто так кажется? Ну, на самом деле, может быть, какие-то были труды. Какие? Ну, не знаю, каких-нибудь там, Роман, там, я знаю фамилии, там, еще какой-то. Были труды по биомеханике, по статистике. Было. Но методики, как таковой, цель, в которой были бы основные принципы обозначены. Принцип такой. Принцип такой. Принцип такой. Принцип такой. Принцип такой. На чем это все основано? Из этого мы составляем циклирование нагрузок вот так. А потом из этого мы составляем уже эти тренировки вот так. И до каждой конкретной тренировки. И в начале всего должна стоять физиология. Этими планами сейчас пользуются спортсмены сборных? Не знаю. Подожди, а может быть, тогда это не было особо известно, физиология? Нет, было все известно. Этими планами пользуются спортсмены сборных. Я же говорю, не знаю. Вот. Вячеслав Клоков как сказал? Тренируются ребята, а потом 4 дня встать не могут скрывать. Правильно? Сказал? Вот. Никакого отношения к биологии все эти проценты не имеют. Хорошо. Ты что считаешь объем нагрузки в килограммах? У тебя должность есть в институте? Ты должен показать, что ты работаешь. Вот что-то придумай, Александр. Как считай? Процентами считай. Дожди. Авосьми считай. Постой, я читал книжки про Давида Ригерта, Алексеева. Ну, их книжки. И они пишут, что мы... Давида Ригер пишет, что самая лучшая система болгарская. Это для кого-то... Как его... Секрет? Секрет, что ли? Да нет, ну подожди. Он же там пишет. Мы по 20 тонн за тренировок КПШ. 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 Приходит в себя, понимает, что он чемпионом мира стал, как круто. А потом этот же спортсмен, тренируясь уже без всяких вот этих, как ты говоришь, процентов, учитывая биологические основы, ему поднимают, он понимает, что происходит. Ощущения совсем другие. Тот же самый результат, только сохранил еще здоровье. Вот сами спортсмены. Поэтому спортсмены могут тоже ошибаться. Нужно договорить это, как было раньше и как сейчас. Да, сами спортсмены у нас могут же ошибаться, могут. Почему? Потому что они амбициозные. Они будут делать все. Вот у нас как принято делать все. Бери больше, кидай дальше, тогда будет результат. Пахать надо с утра до вечера. Правильно там, не пропускать ничего. Вообще нельзя ни одной тренировки пропускать. И всегда работать, работать, работать. Травмы? Так это нормально, что ты травмы получил. Так и должно быть. Это надо терпеть. Терпеть, терпеть, терпеть. Это все оттуда. Толм, правильно? Чем больше, тем лучше же. Хорошо. Это все бралось от спортсмена в институте. Подожди, хорошо. Возьмем фигурное катание. Тот Беридзе, знаете? Нет, слыхали, да. А кем ее считают? В лучшем время. Нет, нет, а так вот в обиходе по отношению к спортсменам, что про нее говорят? Убивает? Да. Ну а она же там будет этих спортсменов? У нее отбор. Подожди, хорошо, медведевая, да? Отбор. Подожди, недавно. Не знаю там. Подожди, недавно медведева. Чуть ли не захотела бросить спорт. С фигурным катанием. Она вернулась к кому? Она вернулась, почему она к ней вернулась? Она пришла к Березнаме? Ты меня сейчас спрашиваешь про вещи. Я просто не знаю, не могу. Если бы она была каким-то деспотом и по сравнению с остальными, она бы убивала спортсменов, она бы не возвращала. Про Абаджива тоже говорили, что он же деспот, он убивает спортсменов. На самом деле оказалось в 96-м году, опять в 97-м. Он опять позвали его в сборную тренировать. Это я к тому же, что ты сейчас говоришь? Надо тренироваться, тренироваться. А ты сейчас не переподумешь? Мы же не знаем, как тут берите. Намагируйся. Потому что она все так грамотно тренирует, поэтому и стереотип о ней, что она там чуть ли не хупливает, мы же не знаем. Ну и что она гладила по головке и отпускала там, не знаю, с полтренировки. Слушай, в фигурном катании огромный отбор. На пальцах одной руки можно посчитать, где сборная России имеет успех. На пальцах одной руки. В виде спорта. Если мы поговорим по каждой одной отдельно, мы поймем, там огромный отбор. Отбор имеет значение. Понимаешь? Например, борьба за счет двух-трех регионов, где в этих регионах все дети занимаются борьбой, так или иначе. Проходят через школу борьбу. По-любому там, убивая всех, ты найдешь того самого, который талант. Вот недавно приезжали к нам дети. Какой год? Дети, например, из хоккея приезжали. Одиннадцать лет? Одиннадцать лет приезжал парень. Недавно. Огромный талант. Скоростно-силовые возможности, как у взрослого. Аэробные возможности. Там окислительные мышечные волокна просто разные дети бывают. Но у него уже понятно, что это одаренный. Он не убивается на тренировках. Он может пахать, пахать. Это отрождение? Да. Повезло ему, он так родился. Еще один дюдаист приезжал. Ну, с юга, с города одного. Я когда увидел результаты, вот просто сразу обработал. Я просто в штуке был. Я этому ребенку говорю, ах, вот ты из-за кого нас всех убивали. То есть ты его держишь, его отец говорит, да, он просто, ну, просто. Вся группа тренируется, а он может еще три часа так тренироваться. Все уже сдохли, а он, а он, ему как бы вот ни о чем. Он тренируется и тренируется. У него там просто одаренный просто, вот скоростно-силовый огромный. Плюс аэробные возможности просто, вот для его веса это просто и возраст. Он все выживает и он выживет. Просто мы не знаем, как он там, в плане, да, травм, там, эдакринка, как его до 18 лет среагирует, да, этого не знаем. Но то, что он эти огромные нагрузки, бери, больше, кидай, дальше выдерживает, это да. То же самое, например, с тяжелой атлетки в советское время. Отбор был колоссальный. Сколько были занимающиеся. Ну, плюс еще вот эти, конечно, препараты его, вот и тренируйся как хочу. Поднимают, а упражнения в одной тренировке, 5-6 упражнений, по 5 подходов в рабочих, просто 2 часа пошире не хочу. Ты знаешь, что в последнее время создаются такие впечатления, что, ну, когда училась эта доминговая система, что все так рассказывают, как будто уходись, и ты уже чемпион. Нет, это тоже понятно. Один известный бодибилдер сказал, ребята, кто хочет показать на примере, что можно добиться анаполиками, я все поплачу. Допинг, это правильно, понятно все. Можно уколоться, сесть на диван, ничего не сделать, понятно все. Но мы же не об этом говорим. Допинг помогает сглаживать негативные последствия от этих нагрузок. Но тренер как рассуждает, вот ты тренируешься на своем, умираешь. Он тебе дает химию, ты чувствуешь себя нормально, он говорит, блин, нормально себя чувствуешь, не дорабатываешь дальше. Так и должно быть. Не должно быть, ты должен с треновки выползать. Он тебе еще больше дает, так что тебя и на химии начинают убивать. Вот это надо умудриться на химии убить. Понимаешь? И в итоге остаются те же самые неубиваемые 2 человека, 3, которые без химии были бы неубиваемые. И на химии они также неубиваемые, хоть и объемы выросли в 10 раз. А остальные, что на химии, что без химии. Да все очень просто. В любой дюшер можно прийти, людей, то есть найти, которые заканчивали с дюшером. И спросить, вот в твоей секции сколько людей было, 20, 30, 40, неважно человек. Сколько из этих 20-30, которые занимались до конца, сколько в спорте остались? Все очень просто. Кстати, сейчас обращаю внимание, в фейсбуке выкладываются старые протоколы, 70-х, 80-х годов. И я вот так смотрю, периодически, и бросается в глаза, ну допустим, рисовать категорию, и вот бросается в глаза, там идут какие-то борьбы, борьбы, ровные результаты. А второе первое место, бац, скачу на 20 килограмм, на 10 килограмм. То есть, и эта фамилия известная, то есть она в будущем, там, олимпийский чемпион. И, то есть, это получается даже брать те условия, когда, как ты говоришь, были все равны, все могли, когда хочешь и сколько хочешь, все равно выделялись именно те, которые были отдаленные. Конечно, да, конечно, 100%. Я хотел перевести разговор немножко в тяжелую атлетику, и на современный лад тренировочный. Не знаю, видели вы или нет, в интернете есть много тренировок китайских спортсменов, именно топовых, чем мы смотрим. Вот, меня интересует ваше мнение, вы обратили внимание, показывают иногда, прям, ролик называется, типа того УФП, этих спортсменов. И показывают, как они с резиночками стоят, там, в каких-то нелепых позах, статические какие-то нагрузки, либо просто банальные, там, отжимания на брусьях. Это, это просто какая-то показуха, или это, ну, что это? Это что-то новенькое, что это показуха. Нет, а что тогда? Они не новенькие, они всю жизнь так делали. Просто раньше Ютуба не было. Хорошо, хорошо, для чего это надо? Я не слежу за китайцами, но сразу. Ты, ты, член сборной Китая, для чего тебе это надо? Слушай, ты у них спроси. Ты у меня можешь спросить с моей точки зрения? Да, 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 да. С вашей точки зрения. Если тренировочный процесс нормально организован, то таких вещей в нем будет помиленнее. Да, я скажу вам, банальные вещи. Вот когда китайцы начнут проиграть как сборную России, вот сразу. Ну вот, кстати, последний чемпионат. Такая шла, они делают тоже винегрет. Вот как я называю это тренировки винегрет. Последний чемпионат Китая результаты очень сильно упали. В некитной категории результат был что-то 160-203 чемпионов Китая. 160-203. Начали проверять? Не знаю. Лю тоже там выиграл, что-то меньше, что-то не поднял. В общем, в целом результаты упали. Ну, я читал, по-моему, этот результат этих создаваний. Типа того было установлено 63-го. Ну, это правда может быть, потому что карантин. Неужели, поэтому не было. Я просто читал, типа, маленькая скотиночка, как итог? Да, последний чемпионат Китая, ну, явно ощутимо меньше. У Китая что хорошо, если их начнут, то есть, если они начнут тренироваться без применения анаболиков, у Китая все равно есть шанс быть лучшими. Потому что много людей, много людей. Вот огромный отбор. А, кстати, такая штука, она же продолжается их год в год. А не получится ли такая определенная какая-то генетическая такая, генетическое изменение? То есть, мы по итогу что получаем? Куча китайцев, миллионы китайцев, которые занимаются штабами. И эти китайцы, они стремятся к чему-то. Они рождают своих детей. Те дети тоже стремятся. И получается такой отбор постепенный. И в скором времени мы просто придем к тому, что они, если ты, как говоришь, они перестанут что-то употреблять, они все равно будут улучшими. Ну, по сравнению с остальными. Китайцы? Это за счет от отбора кинетического. Китайцы, они в этом смысле молодцы, что если они уберут стероиды, они начнут копать в тренировочный процесс. И они по-любому придут к тем тренировкам, о которых мы говорим. Сто процентов они к этому придут. Хорошо. И будут лучше меня дальше. Упражнения, когда они берут очень большой вес. На груди. Не дергают там как-нибудь. Не-не, на плечах и на груди. На держание? Да. Не имеет смысла никакого. Вот эти уже интересы. То есть, они ошибочно, да, получаются? Слушай, они так же работают по традиции. Они же все у нас взяли. Все это сочетается. Они просто стараются как бы использовать все возможное. Да, венигре, как я его называю. Когда ты на фарше. Чего что-то поможет. Конечно. Когда ты на фарше, ты делаешь все. У тебя открыт конкретно, правильно? Ты делаешь все. Вот все, что есть. А почему они так выглядят, как бодибилдеры? У них прям мышцы стекутся. Очень ярко выраженные мышцы вообще абсолютно всего тела. Это результат питания, чтобы держаться от определенных клиентов? Да, это питание, форексологии, все вместе. В комплексе. Но они не все такие. Если ты посмотришь вот этот чемпионат Китая, который был, а там они не все такие. Цель, который по уровням пониже, они не такие мускулистые и не такие, все черные.